Субтитры делал DimaTorzok У нас сегодня замечательный салат с розового помидора, с красного лука, с кинзы из петрушки и лимонный сок и оливковое масло. Здесь у нас кимчи, соленые помидоры, копченая скумбрия, вареная картошечка, картошка-фри, бургеры. С сыром чеддер, с прошутто и берико, голубой сыр, яичко, соус барбекю и бургер соус. Давайте начнем, я хочу попробовать сначала же... Сегодня поговорим об изменах. Расскажите в комментариях про измены, если у вас были ситуации с изменами. Если кто-то, кого вы очень сильно любите, вам изменит, простите вы или нет. И теперь, приятного аппетита, мои братья. Приятного аппетита, боже, какая вкусная картошка и какая вкусная скумбрия. Окей, тесты нова. Это очень большое. Это очень вкусная картошка и вкусная картошка. Я тоже очень вкусная картошка. Боже мой, как это вкусно. Но это очень вкусно. Я даже ни о чем говорить не хочу, если честно. Теперь тест его на это. Он очень большой, я думаю. Ты знаешь, он более маленький. Я, если честно, намного больше люблю скумбрию, чем бургеры. Пробуем салатик. Пробуем салатик. Пробуем салатик. Но я делаю немного салатик, я думаю. Салатик. Салатик. Да, это очень вкусный. Этот соус очень вкусный для бургеров. Это очень вкусный. Это соус Хейнс. Для бургеров он похож очень на Биг Мак. Инкредит. Это очень вкусная скумбрия. Ты проверяешь, что это очень хорошо. И это барбекю. Также очень хорошо. Для нагрузки, ты знаешь. Для набора веса хороший барбекю. Что ты хочешь поговорить о том, что ты любишь? Окей, я буду говорить сейчас. Так. Ну, я сам. Вот это картошка. Я ее покупаю в Чехии. Она... Так. Так. Это момент. Это момент, да? Ваш мужик или парень. Давайте скажем. Наступает момент, когда твой парень или муж... Или твоя девушка. Короче, ваш партнер. Ваш партнер приходит к вам и говорит вам, что он вам изменил. Я тебя очень сильно люблю. Этого больше не случится. Что бы вы сделали? Что бы вы сделали? Майселф? Лично Хавьер бы. Хавьер бы. Что бы я сделать? Потому что, окей, раньше он бы сто процентов простил. Но сейчас? Если они сделали это, это невозможно, что они не хотели, что они не хотели, или что-то. Сейчас я знаю. Ты не можешь исправить. Ты должен сказать, «Окей, добре, чао». Ты веришь это. Но что ты имеешь в виду, «before» и «now»? Да, «before». Может быть, когда я был молодым, 18 лет, я бы сказал, «Да, это нормально, не проблема». Когда он был моложе, 18 лет, он бы сказал, что это для него не проблема. Но сейчас, так как он подрос уже, и у него немножко другое, другой взгляд на жизнь, он бы сейчас уже не простил измену. Сейчас я больше не верю в это. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Сейчас он больше в это не верит. Ты пришел к мне. Если я к нему приду. О, Хавиер. О, Хавиер. Ты знаешь, вчера, в партии, я была с мужчиной. на вечеринке, я была с мужчиной. Он был такой хорошим. Я поцеловала его. Он был такой хорошим. Я поцеловала его. Но это было только что-то, извините. Ладно. Это было больше, чем что-то. Она сказала, что это было что-то. Но это совершенно плохое. Но это ложь. Когда люди тебе говорят, это был всего лишь поцелуй, они тебе говорят, что они показывают вам небольшую часть айсберга, когда говорят, что они просто целовались. Они только показывают вам небольшую часть. Но что происходит? Потому что они думают, что они тебе говорят правду. И они сейчас чувствуют себя хорошо. «О, я сказал им, что я тебя kisses». Но это не правда, больше происходит. Потому что они чувствуют себя хорошо, что они вам сказали правду. На самом деле это не правда. Было намного больше. А ты? Анна, я говорю, нет. ты выбираешь это, ты выходишь, она не приходит больше в моем доме, я беру свои вещи, все, все но кто сказал тебе это в твоем доме, это в нашей доме, она не входит здесь больше почему? ты не входит, ты выберешь, ты выберешь violence, это в моем доме тоже тебе нужно сказать что я не буду делать, хорошо хорошая чедля, это чедля, это не чедля, это чедля, не чедля, ты говоришь, хорошая чедля я не говорю, что это хорошо вы посмотрите на видео так что ты че, я вижу любовь, я не четор я бы сказал но что ты имеешь в виду, что она из моей комнаты это наша комната мне нужно проверить это тоже ммм седра лучше вкуснее ммм скажи им, что ты говоришь что она чеет, а она не хочет я ненавижу если я изменю, он меня выгонит из дома хотя так что мой дом тоже а я ему это сказала, а он говорит надо было мне сказать, что я тебе не изменю а не что это мой дом я бы я бы в нынешней ситуации но я думаю, что когда человек изменяет в этом есть тоже вина того человека которому он изменяет значит что-то было в отношениях недостаточно то есть вина в этом в этом обоих и смотря на ситуацию может быть я бы и простила что я бы тебе исполняю я научил ей сегодня теперь меня чему-то сегодня научил это то, что вы должны знать друзья друзья птенчики глаза, которые не видят сердце, которое не чувствует если ты не видела то это не чувствуешь если ты не знаешь об этом значит ты не чувствуешь это то есть ты не говоришь если ты ему изменил значит ты не делаешь ему больно в испанский габарила это по испански очки 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 очень легко когда ты знаешь что что-то испортит твою жизнь сломает твою жизнь ты делаешь план анализируешь ситуацию и говоришь я не скажу ты делаешь ты делаешь и ты не говоришь и ты делаешь и ты делаешь больше и потом ты не можешь уже это закончить и когда они тебя споймают это важное а когда они тебя споймают ты скажешь что это был первый раз надо сказать что я тебя люблю это была ошибка конечно же хавьер бы такого никогда не сделал я знаю это потому что я читаю много твиттера я да да я пришел к тебе и ты обижаешь да и что ты делаешь? ты сломал меня нет, я не сломал тебя я не сломал тебя, думаю как вы считаете когда человек изменяет виноваты оба и один он не дадал что я ему чего-то не додала и он куда-то ушел и потом я стану лучше женой после этого я думаю, что это тоже я не знаю, честно говоря, что это реальное дело здесь мы свободные люди у нас есть свобода мы делаем то что хотим но где твоя свобода заканчивается когда ты теряешь уважение к своему партнеру вот из траспасен когда вы идете вопреки каким-то правилам когда вы пересекаете линию уважения границы уважения потому что сейчас во всем мире it's crazy you can do everything the united states is going crazy really europe is going crazy сходят с ума европа тоже сходит с ума here and there in the united states freedom before everything you can do whatever you want you can be whatever you want you can be whatever you want kids are hitting teachers in the school no problem дети бьют учителей в школе без проблем in rasa i see videos of rasa their teacher учитель say here here he teach and now boom hit in the face this is what we need no yes this is what is needed now no yes and then kids have trauma because no no big big the oldest generation no because of this because he's doing something very bad this kid not i'm not saying boom boom i'm saying normal like hey okay because we are building very bad people like they can do whatever look how many people is killing in united states with the guns but this is not the people that was raised by by freedom this is the people who was raised by the teachers who was hitting them no because from a lot of rich guys killing in the streets in the schools so because look what i think when you are as a kid когда ты как ребенок да вот ты ребенок и тебя бьет взрослый какое у тебя у тебя будет мнение о том что если ты сильнее и ты взрослее то ты можешь ударить да ты можешь использовать силу когда вот например тебя не слушается человек да ребенок тебя не слушается а ты взрослый ты его бьешь и у него вырабатывается мнение что для того чтобы тебя кто-то потом послушал в будущем ты тоже должен ударить ну а вообще типа как родители говорят что я это делал чтобы он меня уважал то есть получается чтобы чтобы тебя кто-то уважал тебе нужно кого-то побить вот таким и вырастают потом люди дети взрослые которых били в детстве они считают что они тоже должны бить понимаете это все на психологическом уровне я считаю что детей бить нельзя я думаю что ты не можешь ударить детей больше чем это если ты будешь страницем это не страницем это учащий это учащий Человек думает, что в будущем, чтобы получить респект и чтобы сделать кого-то слушать тебя, он тоже нужно ударить. Окей, это правильно. Но теперь думайте, что ребенок ударит всех, и когда их родители приходят, да, вы знаете, что его ребенок, он... Так что учитель должен сделать что-то здесь. Может, не ударить его, но учить его. Сделать его от школы и не приезжать? Нет, и он потом потом убивает кого-то. Вау. Если ребенок неуправляемый в школе, то это не значит, что надо бить. Просто нужно его повести к психологу, может, он болит, чем-то, может, у него какое-то там расстройство. Но уж точно его не бить. И тем более учителю. Что-то такое. Что-то такое. Что-то такое. И вообще, я считаю, что... Вообще, вот это вот прививать к детям уважение, к старшим, и не важно вообще, какой этот человек старший. Он хороший человек вообще, он плохой. Надо его по умолчанию уважать. Я не считаю это правильным. Потому что я иногда смотрю такие видео в интернете, что дева, я видела девочка в интернете, скакала на скакалке. Она была на скакалке, сама скакала, все. Пришла какая-то бабушка. Начала на нее орать. Я здесь сижу. Почему ты скачешь у меня перед глазами на скакалке? Она говорит, ну вообще-то я сюда первая как бы пришла, во-первых. А во-вторых, я никому не мешаю, просто на своей скакалке прыгаю. Она на нее начала орать, как ты можешь, без уважения, ты должна уважать. За что уважать таких маразматичек, я не понимаю. И вот я не понимаю, к чему прививать уважение по умолчанию к старшим. Вот это я понять тоже не могу. У меня такое есть, да. Я уважаю старших, мне трудно отказать, трудно обидеть. Трудно ответить, если я считаю, что человек неправ. Потому что это муж, ну, уже старше. Так быть не должно. Нужно уважать человека за его поступки, а не за возраст. Согласитесь со мной или не согласитесь в комментариях. Я поливлю. Я поливлю. Ты поливлю? Да. Почему я не закончу эту пись? Я не хочу для тебя. Почему? Ты хочешь качать лимона. У тебя есть большая мазь. М-м-м. Для чего? Для сидеть на тебя Скажи, что я говорю, перевернусь Видите, ребята? Я обьюзер в этом отношении Да, они знают Вы что, завидуете, что вы не можете так абьюзить своих мужиков? Что ты говоришь? Абьюзер в твоих руках Они не могут абьюзировать своих мужчин, как я делаю Правильно Всем сказала? Всем большое спасибо, что сегодня были с нами Хорошего всем времени суток Подписывайтесь Комментарии Заходите к нам в инстаграм Всех любим Всем пока-пока Пока-пока, мои amiguitos Субтитры добавил DimaTorzok �... Эбе и яснохhew